Александр 44. Йеллоустон. Переполюсовка. Мировой кризис. Четвертый звонок. Не театр, однако. Текущие события. Ссылку на предыдущие статьи будут в описании даны. Так. Первый ракетный обстрел сирийской базы. Официальная версия от СМИ США. Трамп после просмотра фейковой подлинной записи о применении в кавычках химоружия расчувствовался, проверять информацию не стал и принял решение покарать супостата, якобы Башара Асада, и запустил ракеты, благоразумно предупредив об ударе Россию. Вариация. В принятии решения поучаствовала его дочь, хоть не домработница. После чего Трамп два дня играет в гольф. Нестыковочки. Приняв эту версию за основу, нам придется признать, что Трамп идиот. Ну, либо абсолютно некомпетентный для управления таким государством политик. Нам предлагается поверить, что Трамп посчитал Башара Асада кретином, способным применить химическое оружие против собственного народа, который, на секундочку, в своем большинстве его поддерживает, и параллельно получить для своего режима чудовищные международные приключения. В кавычках. Оставим в стороне моральные принципы Асада. Их нет. Но есть же здравый смысл. Оно ему надо. Далее. Решения, способные спровоцировать ядерный конфликт, не принимаются на эмоциях. Не принимаются без проверки. И, если уж оно решение принято, и стоит ожидать ответки, отвлекаться на многочасовые игрища в гольф как-то не своевременно. Трамп точно не идиот. Это умный, жесткий, циничный и очень прагматичный политик. Это человек, сумевший структурировать и возглавить бизнес-империю ценой в миллиарды долларов. Да, часто блефующий. Да, применяющий банкротство. Да, способный на риски. Но считать его эмоциональным глупцом – это показатель бестолковой аналитики, что принимает картинку СМИ за подлинные характеристики человека. Версию отсекаем. Она просто не соответствует реалиям. Вероятность – ноль. Второе. Трамп преследовал собственные цели. Хотел показать арабам, изорвавшимся русским, что у него стальные фаберже, а и Америка будет форшмачить своих врагов, невзирая на пустяки типа международного права. Мол, Путин к войне не готов, России придется утереться. Готовность идти до конца всегда высоко котировалась в политике. Вариации версии – Трамп сдулся и пошел на поводу – у неаконов. Трамп решил поднять свой рейтинг внутри США. Трамп пытался таким образом надавить на китайцев. Чуть лучше. Особенно если учитывать, а это нужно учитывать, что значительной частью информации мы просто не располагаем. В открытом доступе ее нет. Данное о массированном выдвижении США бронетехники, дается ссылка на статью, тоже вроде как свидетельствует об эскалации напряженности. Наши СМИ старательно боятся американские танки в 700 километрах от Москвы. Вы, кстати, посчитайте, сколько там танков. Нестыковок у версии нет. Есть слабости. А именно, тот же Гольф. Но решил себе парень, что русские не ответят. Но откуда он знал, что русские не ответят? Цена на нефть пошла вверх, что естественно. Это способ надавить на Россию? Арабы под впечатлением, но в шоке от того, что бомбить теперь можно кого угодно. И впечатление сильно смазано результативностью удара. Это что-то вроде недавней стрельбы из Патриота по китайскому беспилотнику за 1000 баксов. Да, сбили. Боевой ракетой. Клоуны. Итог. Что-то из старых самолетов сожгли. Какие-то строения разбомбили. Убили несколько бойцов. Потратили почти сотую часть всех своих тамагавков. Один из главных козырей быстро не наклепаешь. Перемножьте на остаток с эдакой результативностью все тамагавки, вместе взятые, способные уничтожить пехотный батальон. Мир содрогнулся. А монархия залива приятнее иметь дело с теми, кто уважает международное право, поскольку правами человека они как раз не блещут. Не думаю, что между двумя сопоставимыми военными силами они, при прочих равных, выберут тех, кто на эмоциях способен раскатать их в кашу. Это, если еще поверят, что способен. Зачем в раскладе стальных Фаберже предупреждать русских? Ты же их пугаешь? Или нет? Чревата ли эта версия скорым началом боевых действий? Ни в коем случае. Россия к конфликту действительно не готова, хотя уничтожить Америку мы можем достаточно быстро. Но никаких выгод, никаких преференций и очень жесткая ответка нам гарантированы. Но еще больше к конфликту не готова Америка. Особенно блистательно в кавычках в этом раскладе смотрится рейд авианосцев Кореи. Пока не прилетело от русских, успеть зацепить и Китай. Тем не менее, сказать, что эта версия полностью несостоятельна нельзя. Чего-то мы не знаем. Что-то может экстраполировать неправильно. Я бы оценил ее вероятность примерно процентов 15-20. Третье. Трамп договорился с Путиным. Или иначе, силы, контролирующие сегодня Белый дом, давно договорились с Кремлем и действуют сообща. Две руки одного туловища. Спектакль на публику. Судя по предупреждению и результатам в кавычках удара, а также по спокойной игре в гольф, версия вполне возможна. Вот только в целом вероятность ее не так уж высока. И дело не в морально-этической составляющей. В управлении государством, большой политике и в частности в разведке подобная химера отсутствует. Цель определяет средства, так уж повелось со времен Макеавелли. Дело во множестве других, более мелких деталей, остающихся сегодня за рамками данной статьи, которые свидетельствуют против этой версии как таковой на глубинном уровне. И Трамп, и Путин фигуры достаточно самобытные, чтобы быть марионетками. Общих целей у них нет. В команде они не работали и работать вряд ли будут. Да, оба сейчас под чудовищным давлением нескольких структур, каждая из которых играет свою партию. Да и сами они принадлежат к определенным структурам. И частично их отстроили. И не к единственной каждой. Это сложные партии, сложная система, очень сложная игра. Определять все действия одной комбинации, пусть даже неожиданной и удачной, неправильно. Тем не менее, есть еще несколько факторов, вроде как свидетельствующих именно за этот расклад. И Трамп, и Путин оказались в бенефициариях этой комбинации. США – это консолидация вокруг американского президента тех, кто раньше подозревал в нем агента Путина. Обозначившаяся активность на Ближнем Востоке, очередная порция информационного наркотика, зрелищ, позволяющая держать социум в узде, несмотря на ухудшение качества жизни. Россия – это плюсовой импульс цены на нефть, возможность выхода из переговоров по сокращению ядерных вооружений, очень существенно. Усиление активности в ООН, также очень значимо. Предвоенная, в кавычках, консолидация общества. И очередная порция информационного наркотика, зрелищ, позволяющая держать социум в узде, несмотря на ухудшение качества жизни. Тем не менее, Трамп и Путин в одной команде не играют. Да, временное совпадение интересов может породить какую-то взаимовыгодную сделку. Закулисный торг идет постоянно. Это нормально. Процессы строительства и разрушения государства лежат очень глубоко под поверхностной рябью информационных волн. Вероятность этой версии в полном объеме одна команда общей интересы представляется незначительной. Процентов 5-10. Четвертая. И, наконец, четвертая наиболее вероятная версия. Процентов 70-80. Мы наблюдаем обычную геополитическую борьбу множества различных властных группировок, каждая из которых преследует собственные интересы. В этом раскладе возможны промежуточные сделки, закулисные договоренности, торг. Это постоянно происходит. Это нормально для политики. Ни о каком военном конфликте между США и Россией не может идти и речи, как о плане развития событий Нестуни с другой стороны. Случайные риски, да, возросли. Поскольку поднят общий градус конфронтации, повысилась вероятность тактических сбоев. Но они будут сразу же гаситься, если успеют. Никаких признаков готовящихся ударов нет. Обычный штатный режим постоянной готовности к провокациям и ответке. Техника не разворачивается в боевую конфигурацию. Оценить на базе открытой информации, какая именно комбинация сейчас разворачивается, в однозначном ключе не представляется возможным. Скорее всего, играют несколько вариантов с запасными ходами. Это общее правило политики. Глобальная война среди этих вариантов отсутствует. Но мы попробуем оценить, как именно сочетаются происходящие события с общей концепцией видения событий автором в ракурсе грядущей переполюсовки глобального катаклизма, частью которого станет и подрыв вулкана Йеллоустоун. Итак, ракурс грядущего кувырка. Автор вовсе не отводит 70-80% именно на эту версию. Это лишь один из возможных раскладов. Но внимание он требует. 1. Переброска бронетехники из США в Европу и Азию. В этом ключе вторично. Куда она перебрасывается? Это устаревшие, хоть и вполне боевые машины. Они более подходят для полицейских операций и войны со структурами типа ИГИЛ. Везде запрещена. Здесь существенно откуда она перебрасывается. Штаты освобождают свои хранилища, увозят то, что пока что возможно вывезти в спокойном режиме, потому как в смутное время вывозить придется беженцев. Не афишируют процесс не потому, что готовят какое-то вторжение. Это за пределами здравого смысла. На таком хламе невозможно атаковать Россию. Как и внезапности, в кавычках, сегодня не достичь. Слишком много любителей сделать селфи. Нагнетание истерии – информационный повод технику вывести, не поднимая паники среди американцев. Второе. Ракетный удар, позволяющий консолидировать общество и провести дополнительную мобилизацию силовых структур с обеих сторон. В смутное время жизненно необходимо. Силовики – это залог контроля над ситуацией. Третье. Ослабление государств Ближнего Востока, как наиболее лакомого куска, после события. Не попадают под волну потенциальной точки сборки хорошая инфраструктура – нефть. Это Сирия, Иран, Египет, Турция, Саудовская Аравия. Ирак и Ливия свою дорогу фактически прошли. Наблюдаем постоянно. Трясет. И покоя там не будет. Четвертое. Выдавливание адекватных людей из Европы и некоторых районов США – ржавый пояс. Специалисты и гетеросексуальная молодежь должны уехать в новые центры силы. Исключение составляют горные районы Европы, не попадающие под удар. Но и там, не оконам, не нужны региональные центры силы. Вспомним Югославию. В том же скорбном ряду стоят ЮАР, Аргентина, Бразилия и Венесуэла. Удаленные от побережья горные страны Европы – Австрия, Венгрия, Норвегия, Швейцария и Чехия как-то не очень стонут под мигрантами. В остальных – массовое помешательство. Причем последовательное. Саркози, Оланд. Сменяются политики, но не меняется их странный психоз. Или за этим все же что-то кроется. И кто в этой картинке Трамп и его команда? Патриоты государства США. Люди, пытающиеся спасти то, что еще возможно. Это не враги России и не друзья России. Угрозы они попытаются нейтрализовать. Взаимовыгодное сотрудничество воспримут. Все как положено в отношениях между государствами. Будут искать свою выгоду. Нас это устраивает. Кто в этой картинке Путин и его команда? Патриоты государства Россия. Остановившие деградацию этой территории в условиях чудовищного прессинга мирового сообщества. Убравшие с экранов ЛГБТ. Не пропустившие ГМО. Тормозящие, насколько получается, ювеналку. Постепенно притормаживающие, пока только так, развал образования. Постепенно, надеюсь, обуздают и олигархов. Иначе серьезных проблем не избежать. Хотят ли они уничтожить Америку? Зачем? Уничтожить нужно угрозу, исходящую от США. Уменьшить ее уже получилось. Еще раз. Патриот – это не тот, кто ненавидит другие страны. Это тот, кто любит свою. Кто в этой картинке не оконы, а ниже за кулиса, название вообще условность. Имиджевая фигура Клинтон. Разумеется, сама тетка мало что решает. Наиболее эффективная на сегодняшний день мировая структура. Границами не ограничена. Моралью не ограничена. Обязательствами социальными перед жителями каких-то территорий не ограничена. В свое время разрушила Красную Империю и полностью взяла под контроль территорию СССР. И сейчас их влияние в госструктурах России все еще значительно. Сменить управляющие кадры очень сложно. Они всегда против. Противник всех государств. В идеале пытаются взять под электронный контроль все человечество. Окончательной полностью подразумевается система КАСТ. Именно в процессе внедрения обкатки электронных методов контроля, в частности интернет, как один из инструментов, у ребят возникли сложности с утечками информации. Добавил осложнений вынужденный из-за грядущего катаклизма перенос центров силы из США в Россию, планировавшийся, но изрядно сбойнувший, в ЮАР на Ближний Восток и частично в безопасные места Африки, ЮАР и Южной Америки. В ЮАР правили потомки голландцев, что ни окунов не устраивало. Эта программа до сих пор имеет шансы воплотиться в реальность. Как программа минимум, хотят сохранить в своих руках реальную власть и после катаклизма, а не просто в нем выжить. Это у них в какой-то мере точно получится. Слишком давно и обстоятельно готовятся. Кто в этой картинке Навальный и его команда? Ставленники Неаконов. Понятно, что большинство людей, особенно молодежь, разыгрывается оранжевыми в темную, за все хорошее против всего плохого. Простые вопросы, простые ответы, простые решения. Мозги можно не включать. Рефлексы, эмоции, борьба с режимом. Борьба за всеобщее равенство и демократию. В идеале, в пределе, в чистоте. Кстати, в той же Америке был такой прецедент когда-то. И это вовсе не США. Там демократии не было даже в лучшие годы. Это было до США, на тех же территориях. У Дакотов, Каманчий, Апачий, Шайенов. Чистейшая демократия в пределе. Вождь приказать не мог. Каждый воин принимал решения самостоятельно. Воевали храбро, но под настроение. Без армии. И отстроить в таком социуме ничего невозможно. Потому что без пирамиды государства, производство не структурируется. Максимум, доблестно воровать друг у друга лошадей, скальпировать и делать индивидуально. Замечательные луки со стрелами. Примерно тех же успехов добилось и казачество. Схожая социальная структура. Реальные его военные успехи, не грабеж, проявились после включения в реестр государства, уже в качестве регулярного войска. Абсолютная демократия. Личность в пределе – это полный бардак и право сильного. Кровь и хаос. Еще раз. Идет война. Идет давно. И ставки в ней высоки, как никогда. Идет война на уничтожение государств и народов. Специфика ее в том, что она не перейдет в горячую фазу. Медведь успел вовремя наточить клыки. Приближается время тяжелейших испытаний, которые может не пережить сама человеческая цивилизация. Люди переживут. Мы уже имеем опыт поражения в подобном противостоянии. Проигрыш холодной войны закончился уничтожением нашего государства, резким падением уровня жизни и геноцидом советского населения, не только русских. Всего социума, не устраивающего ни оконов. Наш народ убивали осознанно, грамотно, без всякой спешки. Мы не видели врага. Мы разоружились. Те, кто убивал, понимали, что деваться нам некуда. Армия ликвидирована. Управление структурой государства потеряно. Само государство расчленено. Отдельные несогласные генералы и директора заводов ликвидировались. Окраины начали воевать друг с другом. Смысловой посыл общего развития СССР был исчерпан. Прежние цели заменены чуждою глубинному духу русских симулякрами типа «Человек-человеку-волк». СМИ ушли в полное и безраздельное пользование победителей. Общественные ценности рухнули. Заводы, существовавшие в прежнем едином экономическом пространстве, посыпались, как костяшки домино, выбрасывая людей на улицы, ликвидируя целый пласт моногородов. Стратегические запасы сырья, современное оборудование, научные и технологические разработки, ученые, квалифицированные специалисты, дети, здоровые женщины. Запад втягивал в себя все, как и полагается победителю. Мы проиграли холодную войну. Холодная война отличается от горячей только способом ее ведения, не результатом. Нас убивали комплексно, умно, на всех уровнях системы сразу. В науке, в образовании, в здравоохранении, в законотворчестве, пропагандой насилия, пропагандой ЛГБТ, экспериментальными прививками, войной на окраинах, отвратительной едой, физически, и разделяя, 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 разделяя. Разрывая на части ту страшную для Запада общность, имя которой было «советский человек». Остатки государства, Россия и Беларусь, смогли консолидироваться и начали длительный, тяжелый процесс возрождения. Это нарушило планы переезда на нашу территорию и вызвало новый шквал прессовки. Но России удалось сохраниться. Пока, во всяком случае, удается. Попытки будут продолжаться вновь и вновь. Людьми манипулируют и очень умело. Захлестнувшие мирные страны, теракты – тому лучшее подтверждение. Люди ведь сами не взрываются, не убивают других людей. Несвойственно это нормальному человеку. Их активно и очень умело к этому подталкивают. Убей неверного. Мы – высшая раса. Нет, мы – высшая раса во имя Аллаха, во имя Свободной Ирландии, Великая Польша от моря до моря. Развалившийся социум пожирает себя очень быстро. Неоконы снова и снова будут активировать карту Навальных. Под очень хорошими лозунгами, разумеется. Против коррупции, против злоупотреблений власти, против чего-то еще, за возврат к истокам, за исконный Татарстан, за Россию для русских. Не имеет значения, с какими кричалками вы выходите на площадь. Лозунги всегда хороши, иначе народ просто не расшевелить. Имеет значение не, что вы кричите, а что вы делаете. Тут уже прокричались слава Украине до ее логического конца. Если вы разваливаете государство, Ливия – это Украина, Бразилия, Венесуэла или Россия, то играете вы на руки тем, кто заинтересован в развале вашего государства. И они вам помогут, попервах, и поддержат. Только они не коррупцию в вашем государстве собираются ликвидировать, а вас. Как народ, как социальную общность. Окупировать нынче дорого, воевать на западе дураков нет. Люди разрушают родной дом сами. Затем выжившие в смуту начинают работать на уцелевших предприятиях за подешевле, а иногда просто за покушать, жить-то хочется. Только работают уже не на свое государство, а на чужое. В конституцию заокеанские советники перепишут. Они, вписавшиеся в новую реальность, плюс отмороженные на повоевать и пограбить, пойдут в наемники, устанавливать схожий порядок на новых территориях. Прогонос на ближайшие месяцы. Война не начнется, серьезных столкновений не будет, провокации возможны. Истерия в СМИ по обе стороны баррикад будет нарастать. Территории Украины и Прибалтики будут и далее зачищаться от туземцев. Без вес выкосит свою немалую долю. Теракты продолжатся и в государствах Ближнего Востока, и у нас, и особенно в Европе. Уровень жизни продолжит закономерно снижаться. Он теперь все время будет снижаться, даже в самых благополучных раскладах. Только в некоторых странах, богатых ресурсами, возможно кратковременная его стабилизация. Но исполнить эту пастараль вряд ли получится. Главное сейчас действительно удержать государственность. А вот в ЮА могут начаться серьезные проблемы. Там скопилось много недоработанных нюансов переезда. В частности, там где их совершенно никто не прогнозирует, есть вероятность, что это будет в числе прочих стран Южной Кореи. С неожиданным исполнением, так сказать. Незаметные мелочи, дается ссылка. Как и прогнозировалось, у атомной энергетики США возникают серьезные проблемы. Напомню, до событий им нужно под любым предлогом закрыть большинство своих АЭС. В этот раз поблагодарить поименно людей по своим возможностям, поддержавших работу автора, не могу. Их было не двое, а более 20. Просто общее спасибо. Разумеется, все это по желанию. Автор точно не голодает, но и лишним оно также точно не будет. Времени уходит очень много, а время нынче дорого. И для вас тоже. Даются реквизиты. Александр, 44. Йеллоустоун, переполюсовка, мировой кризис, четвертый звонок. Не театр, однако. Текущие события.